Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании всякой благости, праведности и истине. Через силу Христовую, отвернувшись себя, творить добрые дела любви ко всем и каждому, всех, кто нас окружает. Ибо все мы от одной крови, все на земле. И творить и любящим их, и неблагодарным, и злым, и противящимся, и даже желающим вашей смерти, крови вашей, кто жаждет. Всем желайте блага, всех благословляйте и всем благотворите. Особенно в лицо, я уж не говорю за глазами. Давайте помолимся, и я хотел бы кое-что с вами от чистого сердца поделиться. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, сущий и неизменный в мыслях своих, словах, делах и воле своей благой, которая всегда неизменна, чтобы все мы были счастливы. Господи, спасибо Тебе за все, за все на свете. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь мой, Бог наш, благослови, пожалуйста, эту трансляцию. Уста говорящего, уши всех слушающих, блаженные руки всех печатающих. И ты прославишься через эту трансляцию. Ты, Господь мой, Бог наш, Бог, которому имя и любовь, которое ты явил, своим пришествием во плоти, благотворениями, даже до смертной крест, до смертной крестной смерти, добровольного отдания жизни своей для спасения многих. Своей смертью во плоти, своим воскресением во плоти, своим вознесением во плоти, чем явил нам всеми этими деяниями любовь свою. Спасибо Тебе, любовь Твою и смирение, и кротость Твою, сущность Свою, имя Твое, природу Твою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо Тебе за все. Господи, что воздадим Тебе. И да откроется через благовестие жизни и учения Твоего, помышления многих сердец, и узрит всякое плоть, славу и величие, а главное, божество Твое, воскресение Твое, ибо жизнь в самом себе, и мы есть только Ты, Господь и Бог наш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И будут на Тебя уповать все народы и все христиане в каждое мгновение своей жизни. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, любовь посреди нас. Любимые, родные мои, братцы и сестры. Хотел ролик записать на тему писания, чтения, познания истины. Никакого тоже, как всегда, планчика я не готовил по таким огородным моим проповедям. Не знаю, почему, правда, огородным, вроде, огорода на заднем фоне нет. Ну, во-первых, я хотел сказать, наверное, ну, начнем с того, что, вот я всем стараюсь иногда напоминать, вот Евангелие от Тана, оно вот пополам рубится, так скажем, до 13 главы, речь идет о вере, да, потом о любви. И вот когда уже фарисеи, иудеи, ну, все, кто отвергали Господа, уже в лицо, ему об этом говорили, да, с самого начала. Ну, и заканчивается тем, что после седьмого знамения его любви и божественности, воскрешения четырехдневного умершего Лазаря, все вот эти противящиеся полагают убить не только Христа, ну, и даже Лазаря, как свидетельство Божьей, божества и Божьей любви, да, любви и любви именно Бога. И Господь говорит перед тем, как величайший апостол любви Иоанн Богослов повествование переносит на прощальный ужин Господа с учениками, мы видим, как Господь говорит такие слова, что если кто услышит даже мои слова и не поверит, я его не сужу. Там слова, стоит слово ремата, то есть слово написанное, слово изреченное кем-то, неважно, устное или письменное, то я не сужу его. Слово, там уже стоит слово логос в греческом, которое я говорил, оно будет судить его. Где он говорил-то? Мы вначале помним, как Иоанн Богослов эту тайну раскрывает. Вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был у Бога. Он был вначале, все через него начало быть, и ничто не начало быть. Что начало быть через него. Он есть свет, он есть жизнь, это жизнь для человека. Пришел к своим, что значит пришел к своим? Там читается так красиво, мы с вами будем потом это на Христолюбе рассматривать, и духовно, и высоко, и, так скажем, пониже. Господь говорит, конечно, к своим кому? К своим. Да к своим, к каждому человеку, мы все его. Господь приходит к нам все время в сердце, стучится, но мы очень часто отвергаем. Ну, атеисты, или даже сейчас в христианстве употребляют слово совесть. То есть от совести отрекаюсь, да, или еще что-то. На самом деле никакой совести нет у христиан, у них есть голос Божий в умном сердце, в его троице, в его образе и подобии. Там есть Дух Божий, Дух Христов. Вот, Господь с нами говорит личностно, это личность Бог. А совесть это какая-то непонятная штука, о которой ни разу в ветхом завете не употребляется, и Христос ни разу это слово не употребляет. Он не говорил, вас совесть будет судить, он говорит, слово мое, логос, я. А логос, вначале был логос, логос был Бога, и логос был Бог. Нас судить будет Христос по себе внутри. И вот эту формулу я вам рекомендую запомнить. Вас Бог не будет судить, ни по чужим, если уж он говорит, то мое слово, вот, Евангелие, написанное, проповеданное устно услышит, что не поверит, и то Бог его не судит. Потому что действительно, уж мы все видим, как можно проповедовать. Убей еретика и прочую-прочую лабуду. То есть еще и такое Евангелие проповедует, что неудивительно, что если человек его не примет. Но даже если человеку будет проповедано действительно чистое словесное молоко, ну и вот грешник не принимает, да, Христа по плоти, это еще не самое страшное. Господь будет судить каждого. Эта одежечка снимется, которая прикрывает нашу внутренность, и все явится. Это же даже это, то, что говорит логос, будет судить, а Господь говорит, это лишь образ на самом деле. Господь никого судить не будет. Душа выйдет в том состоянии, в каком человек себя и построил, дом свой духовный. Вот что ты построил, как Павел сказал, то и получишь. И Господь сегодня говорит, каждый примет по делам своим. Это красная линия. Каждый, каждый. И грешник, и праведник, кстати. А то вырывают там из кусков, кто верует на суд, не приходит. Ну да, вначале Господь, как детям, так говорит. Мама ребенку тоже говорит, ну давай, шажочек, и все. Ребенок шажочек, а ну давай, 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 давай. Это лишь начало. Евангелие неразрывная книга. Плоть без крови – это труп, а не тело. Тело – это плоть, в которой бегает кровь, вкачаемая сердцем. А сердцем этим движет Бог, Дух Христов, Христос Сам. Вот, и поэтому помните это. Христианам просто счастье, что он уверен, что надо жить по любви. Он знает, ему открыта истина. Вот и все. Тут кичиться избранностью нечем. Евреи насуют своей избранностью, сейчас христиане насуют своей избранностью. А вы посмотрите в другом ключе, как в Библии хорошо Господь сказал. Я, говорит, для того тебя царь, этот фараон, поставил, чтобы на тебе, говорит, показать всю силу мою. Для того, типа, тебя жесточают. Ну, кто в Библии с чистым сердцем и любвеобильным уже, которую любовь Божья взялась духом святым, читает, он понимает, что это не Бог, конечно, ожесточает. Но в своем промыслу действительно на этом месте стоит жестокий человек, который сам себя ожесточил. Хотя он может и покаяться. Вот. Власть-то пила туда, она была боком, действительно, на том месте тоже стоять. Но что поступать, избирать? Свободу человеку Господь никогда не нарушает. Это каждый своей властью считает, распоряжается так, как он распоряжается. От этого будет пожинать свои плоды. Вот. Бог нашли с промыслом, куда-то ставит, и мы в разных ситуациях жизни познаем. Познаем греха, познаем добро, познаем любовь, познаем зло, ненависть. Вот. Поэтому по поводу Писания. Во-первых, я... Ну, вот я хочу сказать, что кто действительно хочет понять Писание, Новый Завет, надо обязательно... Я хочу, знаете как, я хочу призвать просто... Вот многие, ведь все же мы действительно... Ну, я, допустим, себя всегда говорю, я никаким культом. Я два года сам его изучал. Я вот чистое словесное молоко принимал и наставление Духа имел от начала. Вот. Потом я, конечно, касался всех этих учений. Но так как у меня была и закваска добрая, и все это ко мне не прилипло, конечно. Вот. И плюс у меня изначально были... Мне Бог дар... Это дар свободы, чувства свободы. Кстати, о свободе я запишу отдельный ролик. Это Божья природа. Ну, и Божий дар, как называют, как угодно. Потому что мы образ и подобие его. Это сущность Бога, а, соответственно, дар и человеку этой сущности, сущности свободы. Вот. И я всегда на это смотрел свободно. И я по этому никаким учениям никогда... Мне что-то не нравилось, я не принимаю. Вот. Поэтому я этим и не заражался. Потому что я был честен всегда сам собой. А в этой чистоте Бог всегда будет присутствовать. И вот у меня такой добрый совет вам от чистого сердца. Кто бы каким конфессиям, культам не принадлежал, где бы когда не был, что бы сейчас в его голове не было, если вы действительно хотите познать истину, рискните хотя бы недельку почитать Писание чистым сердцем. Каким это чистым сердцем? Во-первых, когда ты читаешь, надо обязательно вперед помолиться. И не какой-то фарисейской молитвой, не по каким-то молитвословам их вообще сожгите. Даже никому не дарите. Это же... Вы же пистолет не подарите ребенку. Не надо никому это дарить. Если у вас какие-то молитвословы есть, какие-нибудь конфессии, сожгите это все. Это все зло. Бог живой вот сейчас посреди нас. Надо просто сказать, папочка, братик солнышко, Иисус Христос, просвети меня, пожалуйста. Открой мне, что? Вот тут я не понимаю. И все. Надо чистым сердцем с Богом жить-то. Он отец наш и творец. Открылся, как и друг, и брат, и жених. Я говорю, а начинаем с отца всегда. Это все. Это образы заботы, и любви, и защиты, и врача, и тренера лучшего. Это все. Бог кладет на человека ровно столько, сколько он может понести. И дает ему ровно столько, сколько ему будет на пользу. Вот. Я вот вас призываю рискнуть просто, кто боится, но все-таки, может быть, меня услышите, призыв, и попробуйте. И когда вы начнете читать, возьмите Евангелие, откройте, и начните читать, ни о чем не думая. Просто вчитываясь в текст. Внимательно, конечно, надо читать. Ну, как в любую книгу. Вы же открываете инструкцию, даже по какой-нибудь стиральной машинке. Вы же хотите понять, что там написано. Вы же не фарисейские прочитали, положили, и ничего не поняли. Вы для того и читаете. Для чего мы читаем текст, чтобы понять, что в тексте написано, воспринять ту информацию. Вот. Поэтому читайте и подумайте. И читайте, и читайте, просто читайте. Ну, вот вы читаете книжку, вот повествователь. Это же повествовательная книга о жизни и учении Господа Иисуса Христа и Бога нашего. И когда вы сколько-то прочитаете, неважно сколько, конечно, я тоже рекомендую не читать ни по каким главам. Пусть вы тогда вначале сами не понимаете, где там идут какие-то тематические деления, переносы событий с одного места на другое. Вот этих кругов Фибоначо в том же Евангелии по Матфею. Хотя кто смотрел мои ролики, узнает это, и потом, может быть, себе пометят и будет так читать, потому что это правильно. Там просто много-много маленьких Евангелия. Ну, читайте как хотите, я никаких систем, вы сами знаете, никогда не ставлю, никаких бремен, не налагаю, просто советую от доброго сердца, от собственного опыта какого-то и просто рекомендую что-то тоже, потому что вкусил пользу, допустим, от какого-то опыта. Но опять же, мой опыт может кому-то даже, он может быть хорош для меня, но просто не пригоден для другого. Поэтому это я так говорю, а на самом деле, конечно, никаких обязательств, никаких рамок я, конечно же, не ставлю. Вот, читайте как хотите. И когда вы прочли, вы сами подумайте о том, что вы прочли-то, а то люди просто вот меня поражают, что я прочел-то, какая для меня это польза, что я увидел в жизни учения Иисуса Христа, что он мне сегодня сказал, что я понял-то. Причем, не в смысле там ковыряться, а просто, просто, что я уяснил, так скажем, не в смысле, что мне что-то непонятно, я сижу, открывает ум, к разумению написанию, Бог, образ, этот символ, но там, во-первых, очень много прямых слов. И вы просто должны, да, вот, вот, вот все понятно, любите друг друга, все. То есть, ты просто должен понять, что ты понял, что ты. А то, я вот просто, я же в храмах специально так проверял, в этих там, в православных. Ты у людей спрашиваешь, а что читали, он не может даже сказать, что читали. Потому что читают, во-первых, на китайском языке, как я его называю, и рычат там, не рычат, и люди ничего не знают, не понимают. Он просто поставил все. Дело не в том, что даже ты понял, я имею в виду, ты пересказать можешь, что ты прочитал. Если вы не можете пересказать, что ты прочитал, ну, это тогда я вообще не понимаю. Это какая-то, не просто магия, какая-то действительно, вот как ты все время, тут слов даже не подберешь всегда. Зачем ты тогда это делаешь? Человек ничего не делает без смысла в жизни. Все время идет сосны. Ты же не просто так в магазин идешь. У тебя есть какая-то цель, что-то купить. Идешь туда, идешь туда, встаешь. Я говорю, брюхо просто так человек не чешет, пузо свое. На него или муха села, или что-то там зачесалось в природе его кожи, да, зазудело вернее. Надо почесать. То есть, всегда что-то, каждое действие имеет смысл. Если твои действия не имеют смысла, то ты, я даже не знаю, кому-то уподобливаешься. В природе ты сравниваешь непонятно с чем это. Это, наверное, только человек на такое способен. Имея мозги, делать бессмысленные поступки. Получается какая-то антиномия. Вот. А уже потом, когда ты понял, вот действительно в голове может у тебя всплывать и хорошо можно проанализировать. А что ты слышал от этого проповедника? А что ты слышал от того? Соответствует это Евангелие-то? Сравнивать надо только с Евангелиями, со словами, с жизнью и учением Иисуса Христа. Ну, учение, слова и вот с жизнью. Да, и тогда ты поймешь, кто такие все эти лжеучителя, хулители и наглые ругатели, да, лже-братья. Надо же понять. А то все, ой, все еретики кругом. Все, кто-нибудь с моей головой не согласен, с моей истиной в моей голове. Все, еретик. Да это для тебя еретик-то. Ну, ты кто? Вы поймите, когда мы судим, мы себя ставим на истину. Это же очевидно. Нет, для себя-то ты правильно. Тебе мозги Бог дал выбирать между добром и злом. Ну, когда ты всем претендуешь, что ты всем втираешь истину, это, конечно, беда. Я всем говорю, что я не истина. Я лишь просто человек. Я тоже живу, я тоже говорю. Вот и все. Ты слушаешь меня. Не нравится тебе, не принимай. Нравится тебе, пожалуйста, я при этом все время, как в начале ученики, они к Господу приводили, сам Анкреститель на него показывал. Потом это делали все апостолы. Но пока люди немощные, действительно, как ученики Анкрестителя, многие до последнего не могли от него отлипнуть, он их, не отталкивают. И я не отталкиваю. Почему я и вот там на Христолюбе сейчас читать буду Новый Завет и приглашаю всех, кому интересно, слушать вместе. Вот. Это я делаю только для того, я-то сам читаю для себя. Для себя я уснил. Я покаялся когда-то, приняв первый раз Слово Божье, и понял, что Бог есть любовь, все, что было во мне внутри всю жизнь, что Бог есть свобода, и что я, оказывается, и бессмертен, как я и тоже чувствовал, все и все, оказывается, теперь я, все, что каждый мой в жизни поступок, он не просто так, он все отражается на моей бессмертной жизни, ничего не пропадет бесследно. Я понял, что мне надо просто жить в любви, и все. А любовь без дел невозможно. Не словом же, языком мы любим, а делом истиной. Вот. И вот я вам призываю попробовать так рискнуть. Вы увидите, что вам откроется. Господь у вас тут же. Во-первых, узнать, что такое наставление Духа. Если вы обратитесь к Богу, вы переживете Бога. В любом моменте. Что, когда вы обратитесь с исцелением, что, когда за мудростью, что, когда за защитой, что, когда за хлебом и вином за радостью. Кто это пробовал, тот знает, что это такое. Кто никогда не пробовал, конечно, не знает. Вот у меня такой ролик-призыв к вам обратиться к Богу, к живому. Хоть раз в жизни с них кто этого не кандел, а если делали, продолжать. Если вас забыли, или вас с этого пути сбили, вернуться на этот истинный путь. Вернуться к живому Богу. И вы все будете сразу видеть, и вам больше никто не нужен. Евангелие – это детская книжка. Она простая. Верь, надейся, люби. Господь, хоть это и в образах говорил, если не будете, как дети, на самом деле, имеется в виду, конечно, и духовный ребенок. Но духовный, как Павел там сказал, не по уму, конечно, а по сердцу. Ну и ум-то не о профессорском уме это идет речь-то. Умное сердце, в чем его умность-то? В избирании добра и зла. В развлечении добра и зла, избирании добра. Вот кто такой умный-то человек. А не голова напиханная, неизвестно чем. Всеми традициями, культами, знанием всех обрядов, куда что положить, куда что поставить. Да это ничего в жизни вообще тебе не дает. В будущей жизни ты это с собой не заберешь, Господь правильно говорит. Ты можешь знать все блюда кулинарные, как куда готовить. Это все отнимется потом. Это знания нужны здесь. Они растворяются так же, как потом твое тело съедят черви. От этого ничего. Ты в душу свою ничего не положил. Все, что есть в мире, все эти дела, они только тебе на пользу служат, если ты служишь ими ближнему, то есть проявляешь через эти материальные видимые вещи дела любви к ближнему. Тогда все это имеет. Тогда ты собираешь себе сокровищ на небеса. Каждым делом любви ты в братолюбии. Бог тебе исполняет любовью. В тебе открывается Царство Небесное, в которое вселяется Царь и Бог наш Иисус Христос. И тебе открывается таким образом беспрепятственный вход в Царство Его, где Он по плоти, внутри Он по духу в тебе, а снаружи по плоти. Вот и все. Поэтому я призываю не побояться, если вас запугивали и действительно начать читать Евангелие, прежде всего, послания Иакова, Петра, Иоанна, Павла по чуть-чуть прибавлять. Ну, конечно же, книгу Деяний. Читать внимательно и просто понимать. И жить по этой книге. Потому что, когда вы сниметесь, вы осуждены, будете относительно истинные. И надо же это понять. Я говорю, это не будет суд юридический. Не будет никто приводить аргументы. Вы, Бог, будете говорить, да я вот это услышал, поэтому я так поступил и иеретика сжег вместе с ними, бежал в этом храме, запирал и сжигал. Нет! В тебе пылала ненависть. Эта ненависть есть свойство твоей души и твоя душа черная откроется. Бог не будет ни с чем разбираться, но ты всегда прекрасно знал, что ты не слышал крики этих людей, когда они вопили. Когда ты еретика калашматил или позорил его на всю округу, что ты думаешь? На твоей душе это нет? Все отображается. Все это явится всем явно. И тебе в том числе. И это будет такое чувство, что у тебя не будет отмазов. Ты не сможешь Богу сказать, ой, что ты тут. Нет, это мы сейчас придуряемся, потому что у нас есть тело и нам кажется, что вот, можно что-то спрятать. Да, сейчас можно, потом нельзя будет. А то она и раздевание вот это, образ смерти. Так что вот так вот. Ну, у кого не хватает смелости или не хватает, я не знаю, чего, то я вот приглашаю всех на канал Христолюб, где я читаю Писание, Новый Завет. Давайте вместе читать я вам сразу говорю, что я ни на какую истину не претендую, я точно такой же человек, я точно так же читаю и с радостью просто делюсь откровениями, которые мне дает Господь. И то, откровения-то какие? Все в руслах Нового Завета. Верь, надейся, люби. Там никаких нет откровений-то в Евангелии. Откровения в смысле, что у нас действительно ум. Мы когда ненавидим брата, мы слепы. И вот эти откровения, то есть открытые глаза, начинаются тогда, когда ты любишь всех людей вокруг. Вот тогда у тебя все открывается. Ты видишь, что Бог-то и любовь, Бог-свобода, свободная любовь. Как угодно назови. Вот. Но кому не хватает смелости писать или кому просто, в принципе, это нормально, что мы общаемся. Я приглашаю, пожалуйста, давайте там все посмотрим, все. Я ни на что не претендую, я тоже могу ошибаться. Вот. В комментариях, там, что будете писать, я особо не отвечаю, потому что есть желание, какой-то вопрос непонятен, звони в Skype, звоните, поговорим. Я всегда с радостью. Вот. А какой-то супер, если только что причем была, может быть, именно по этой теме, скажем, монолога, это да, и опять вопрос просто с другой стороны, что это там будет. Я не люблю писать, у меня нет талантов многописания, вот. Я, у меня есть дар слова от Бога данный, я умею говорить, писать я много не умею, иначе я тогда писал статьи, какие-нибудь или книги. Вот. Поэтому, если что-то там непонятно, пожалуйста, может помечать себе по ходу. Можно, конечно, и в комментариях писать. Я никаких систем не строю, все индивидуальное. Ну, вообще, я редко на что отвечаю. Я могу просто прореагировать на комментарии, то есть, вы сказали, а вот там еще есть такое параллельное место, как же оно сюда лепится. Ну, да, я, может быть, посмотрю, потому что я забыл или сказать, просто сам знал, но забыл. Потому что там я без всяких лекций, без всяких, мне даже ничего нет. Я единственное, в текстах писания для себя пометочки делаю или параллельные места. Ну, кто уже видел, кто нет, увидит. И все. А говорю я все от чистого сердца, то, что опытом изведал. Поэтому мне не надо никакие ни бумажки, ничего. Причем там все в простоте. Все писание в простой формуле. Бог благ, человек зол. Человек, покайся, уверуй в это и живи соответствующими делами, соответствующими твоему покаянию. А это любовь к ближнему. Уповай на Бога, отвернувшись себя его дарами, что простыми, обычными в мире, явными всем, что божественными дарами. Для его славы. Вот и все. Вот вам все. Евангелие, вся суть жизни. И радуйтесь, и веселитесь жизнью. Жизнь прекрасна. Живите просто в простоте. Творите дела любви, светите светом добрых дел вокруг себя, как Господь сказал. Все. Нет другого способа. Господь нам не говорил ни церкви создавать, ничего подобного. Господь сказал, идите проповедуйте Евангелие, а я создам церковь. Господь церковь создает. Где двое или трое появятся любящих людей, вы проповедовали, этот человек действительно пока действительно решил жить по любви. Бог у вас вот так. Что такое Бог создает? Он вот так этих людей между собой сводит, как и сам стоит. Все. Раз и два. Я создаю. Он, церковь создает Бог, а мы лишь проповедуем. Сами подвязаемся. Весь смысл Евангелия сотворите и научите. Что ты будешь... Правильно, почему нет проповедника? Да ничего не делает никто. Все живем вот по этим преданиям, а сердце обличает. Бог не дает силы, смелости проповедовать эту чушь всякую человеческую. А слово Христово, оно истинно. Истинно. Вот. Так что вот так вот я хотел. Во-первых, самим действительно понять, что вы будете судиться по логосу в сердце своем. Но у нас еще, у христиан, есть счастье, если вы признали Евангелием истиной. Только не в буквоедском смысле-то, что синодальный перевод Христос в тайном постриге монашества сидел в пещере, писал. Там есть ошибки. И переписки, и специальные подлоги. Это все там есть. Бог специально попускает быть плевелом пшеницы, чтобы мы трудились, трудились, взращивая свой дом духовный. Вот. Так что вот так вот. Я просто сейчас на христолюбии, на лаве, может быть, поменьше буду ролик выкладывать. И вот хочу немножко по писанию. Потому что вы уже много чего слышали. Очень важно понять писание. Очень важно. Там же ничего сложного. Но разобраться как бы надо. По сути-то три синоптических Евангелия, но об одном и том же говорят. Немножко с разными там нюансами, дополнением. Все. Есть особняком Евангелия, Таня, его послания. Они как, они есть, как толкования духовные, всего остального. есть жизнь церкви, книга деяний, послания апостолские. Это вот, прям уже опять человеческие, где воля уже, и промысел Божий, и воля человеческая уже участвует. Мы уже оттуда много пользы можем вынести. насыпься с этим крещением. Вверх головой или вниз? Три раза или двадцать три раза? Назад или вперед? Влево или вправо? Да нет этого в Новом Завете. Вы все равно не сможете доказать ни назад, ни вперед, ни влево, ни вправо, ни вниз, ни вверх. Во имя Иисуса или во имя Святой Троицы? В Матфея, да, идет приписка. Идите, крестите во имя Отца и Сын Става Духа, откуда взявшись никому неизвестно. Вся книга Деяния, все апостолы крестят во имя Иисуса Христа для принятия даров Святого Духа и самого дара Святого Духа, и самого Святого Духа. Все задайте любому пастору, проповеднику, кому угодно. Как тут разобраться? И становится все понятно. И нету этого, и какая разница тогда, как крестить. Хоть вниз головой, хоть вверх, хоть налево, хоть направо. Если этого нет, вам зайти, значит, это не имеет никакого значения. Это, как говорят автомобилисты, на скорость не влияет. Мне это ничего не даст. И проповедуют, и целыми голову людям этой фигней забивают. Люди страшатся, кто каум помрачается, кто целыми днями жизнь свою на это тратит. На что? На проповедь неизвестно чего. Вообще, это не Евангелие, потому что Евангелие не сказано. Если ты хоть мог хоть одним бы стихом подтвердить, что вот так вот это делать, да. А если ты не можешь, то что ты это проповедуешь? Ты свои учения опять проповедуешь. Кому они нужны? Ты еще страшишь, что кто так не делает, от ват пойдет. Да где тебе это сказано? И вы будете спокойно жить-то, потому что, если этого нету, зачем мне это вообще надо? А предания, эти учения человеческие, это вообще, кто вас будет по ним? Бог вас судить, по ним не будет. Павел говорит, что язычников Бог судить будет по совести, как он говорит. Уж что, нам-то, известным, кому слово действительно Христово дано-то в Евангелии, нам-то еще проще жить-то. Человек действительно до покаяния живет, сам не знает как. Мы все это с вами проходили. У тебя много неуверенности, а как жить? А христианин, это же счастье. Вот у тебя еще, ты свое сердце можешь еще встречать с Евангелием, где Христос есть путь истинной жизни. У тебя есть история церкви, деяния, послания. О, еще можешь посмотреть, но уже нигде там, там не надо на грехи человеческие смотреть или на учения тоже. Там уже можно посмотреть, потому что там есть воля человеческая. А путь истинной жизни, Христос, все, я смотрю на Христа, я читаю Христос в моем сердце, Дух Святой. Сказал, все, я буду тебя наставлять, все. И судить меня он будет только по сердцу, а еще если сам христианин под эту голову подложил, ну еще по Евангелию. Вот все, какое счастье быть христианином. Все у тебя есть, все тебе дано. Живи да спасайся. Оно все. В вере, которая превращается после покаяния в упование и любовь. Все, все Евангелие. Иди, это самое проповедуй, сам соблюдай. Если ты, конечно, не уповаешь, что ты будешь проповедовать? Если ты не любишь, у тебя кругом одни антихриста, три шестерки, что ты будешь проповедовать-то? Если ты сам всех осуждаешь, обличаешь, злословишь, осуждаешь, убиваешь, что ты будешь проповедовать-то? Христолюбивое воинство, рубящее всем голову. Где это Евангелие? Христос положил свою душу и меч Петров в ножны вложил словом своим божественным. Что ты будешь проповедовать? И вам будет легко слушать и читать любых проповедников. Вы сами будете от кого-то отваливаться, кому-то прилепляться, но только вы будете через этих людей к истине приходить. Потому что они просто вам напоминают, как я вам помню, как говорил Петр, хорошо сказал, наша роль, ничего большего, как напоминать слова прежде бывших пророков и заповедь, одну заповедь Иисуса Христа, чтобы мы любили друг друга, показав вере нашей братолюбие в делах любви. И в этих делах любви раскрывается в нас Царство Небесное. Таким образом мы причащаемся в божественные естества и познаем самого Иисуса Христа. Все. Все Петр сказал в 11 стихах второго послания. Чего еще надо-то? Так что вот так вот. Всех приглашаю. Ну, ссылочки всегда, вы знаете, справа там на мой плейлист. Потому что я сейчас постараюсь, Господь вроде благословляет, есть какое-то вдохновение, я хотел давно этим заняться. Будем читать, смотреть, все там без вырывания из контекста. Кто уже слушал, кто нет, может быть, вот я вас заинтересую еще раз. Я там четко показываю все эти места, потому что знаю все эти ортодоксальные учения православных католиков, знаю уже и протестантские хорошо пощупал там все. Вот. И все это буду показывать тоже, что нет там никакой истины-то. Вырывают просто, лепят учения на основании стихов. И мало того, что не просто, но за это еще и ветхие весь запихнут и свои учения и вот такими стишками между своих строк влепливают свои учения. А там абсолютно не так. Сейчас для примера, для затравки скажу. кто еще не смотрел мои ролики, притягивают к крещению младенцев, что вот ко Христу приводили младенцев. Я там показал. Там идет целая глава, посвященная семье и безбрачию. Когда фарисеи приступают, садуки, говорят, как же там, вот жениться, не жениться, разводиться, не разводиться, давал Моисея заповедь. А Христос им говорит, что не было от начала так. Потом даже ученики говорят, о, да тогда лучше не жениться. Он им говорит о скобцах ради Царства Небесного. То есть людях безбрачных. Не монахах, а безбрачных людях, которые решили и то, какие-то скобцы правильные-то только. Ну, понятно, есть от человеков, он сказал, есть от меня, грубо говоря, родились такими физически неспособными. А есть, которые сделали себя скобцами, то есть безбрачниками, ради Царства Небесного. То есть, ради того, чтобы служить людям Евангелию, проповеди Евангелия. Да, и в образе показывают, к нему подводят детей, он их благословляет, возлагая на них руки и молится. Это образ того, что там, в раю, Господь благословлял плодиться и размножаться, Адама с Евой, ибо их всего двое было. То здесь, он через этот образ благословил безбрачных. Мы знаем прекрасно, у нас есть Иоанн Креститель, у нас есть Павел, у нас есть Иоанн Богослов, которые были безбрачными. Он их благословил вот в этом образе. Поэтому, эти дети, приведенные ко Христу, были символом безбрачных людей, а вы прекрасно понимаете. Я вам говорю, посмотрите на меня. Безбрачного человека. Никаких забот и хлопот. Живешь, как ребенок Божий, да. Хотя мы все дети Божьи, но это лишь образы и символы. Речь идет об этом. Это 22-я, по-моему, глава Матфея. Там ни о каком крещении уже речь идти не может. Уже тут скоро страдания Господа начнутся описывать. О каком крещении? Крещение или о вере идет всегда в начале Евангелия, разговор. Речь идет о скобцах, то есть людях, выбравшие безбрачный путь жизни, беззаботны, как дети. Потому что безбрачному все, ему нет никаких попечений. И он остается ребенком Божьим. А брачные люди обычно, понятно, плодятся, размножаются. У них появляются дети, заботы, и они тоже становятся сами родителями. Поэтому они, по сути, из детей Божьих превращаются, как сказать-то, не в сработников Божьих, но как будто тоже отцы небесные для своих и матери для своих детей. Ну, вы поняли, о чем я, да? То есть другую вообще чашу испевают. А те у людей, у кого нет детей, они и семьи, и жены, и мужа, да, они вот как дети, беззаботные. Вспомните свое детство. Вот там, что идет речь-то. Это четко идет по контексту. Один стих вырывают, прям специально. Вообще. И дальше вообще о другом идет речь, там переносится. Все. А речь идет о семье. О брачных людях, вступающих в союз брака, и людях, избирающих путь. Не монашество, только не сидение в пещере. О людях, решивших не создавать семью ради Царства Небесного. Все. Пример у нас такие есть прямо в Новом Завете. Иоанн Креститель, Павел, Иоанн Богослов. Мы это видим. Сам Христос. И то, он не отменял, конечно, не того благословения в раю-то. И вот благословил и безбрачный образ жизни. Именно благословил его, возложив на них руки и помолившись Отцу Небесному. Вот этот образ. И вот вырывание о крещении младенцев. Не мешайте детям приходить ко мне. Каким детям-то? Людям, выбравшим безбрачный путь, взрослым людям, дылдам. 16 плюс-тире и выше. Это ни о каких крещенных, к какому речь, там вообще контекста нет ни о крещении. Конец Евангелия. Я говорю, сейчас там уже идет, уже 22-я, по-моему, глава уже подходит к страданиям Господним. 22-я глава Евангелия от Матфея. Какое крещение? И там по контексту и не рядом. Плюс-боль-то вот и контекст виден. Я когда-то тоже думал, стих, казалось бы, ни к чему не пришел. Я говорю, там дальше начинается, я сейчас забыл, ну, в общем, другое совсем, вообще начинают события другие развиваться. Все там, что-то тоже на следующий день. Думаю, да куда этот стих-то прилепить? Ну, не мог один стих ни туда, ни сюда. Так это и есть вот безбрачники-то. Вот они скопцы. Они как дети, да. Причем я тоже, я же знал, что притягивает это вот к этим крещениям. Молодец. Думаю, да о каком тут крещении? Рядом речь не идет-то. И вот так все это учение человеческие из стишков Библии. Опять же, на каком основании Библию называют Словом Божиим? Вот, да там есть и слова сатаны. Что, вы книгу его не читали? Есть. Да в самом Евангелии есть слова прямые сатаны. Вы же ее назвали уже Библией, это сборник книг. Почему вы Словом Божиим называете? Там что, каждое Слово Божье? Нет. Это не трактат Христа. Он не сидел в пещере и не писал, как Лютер, сто пунктов учения своего. Да нет. Да это сборник вообще книг порой очень разных. Очень разных. Все это прекрасно знают. От книги Бытия кончая книга Откровений. Что вы слова-то подменяете? Говорите нормальными словами. Вот Библия, Слово Божье. Да почему Слово Божье? Там есть все слова сатаны. И уж чучу, она вся исполнена словами человеческими. Что, Псалтырь? Это Слово Божье? Это слова Давида и тех, кому его приписывают под его именем или другим пророком или царям. Не важно. Почему Слово Божье-то? Слово Христово? Вот я вижу Слово Христово. Да. Иисус Христос сказал. Написано по-русски. И я могу заслаться. Иисус Христос сказал. И сказано, что он сказал. И сказано, что он сказал. Почему Слово-то Божье? Да есть книги в новом, знаете, где вообще нет Слова Божьей в целой книге. Все перевернут в свое учение. У каждого оно есть. Наше дело передавать, а не хранить передание. Опять вот подменили, я всем показываю. Вы, говорит, что приняли, то и храните. И то передавайте. А не храните предание двухтысячелетнее. А в три тысячи лет назад, вернее, через тысячу лет еще три тысячи лет пройдет, люди будут жить. А не будет трехтысячелетнее предание хранить. Да чушь, чушь, чушь человеческая. Ничего не имеющего общего с истиной. Истина одна. Бог Иисус Христос есть любовь. Все. И я его образ и подобие. А значит, что? Я живу, подобляясь ему в любви. Оттого исполняюсь его духом, по плодам, которого сужу о себе. Любовь во мне есть? Дела любви проявляемые. Я в духе Божьем. Радость во мне есть? Проявляемая в делах радости своей и разделением чужой радости. Я в духе Христовом. Мир во мне есть в душе и с другими мир по возможности. Я в духе Божьем. Долготерпение есть? Своих скорбей, оскорблений, болячих всего. Я в духе Божьем. Есть воздержание. Иначе как я буду дела оттворить любви? Я в духе Божьем. Все, что тут? Есть упование, есть вера, есть милосердие. Я в духе Божьем. Все, верь, надейся, люби. Верь, поверь, а после веры, после покаяния, шпакайся веру, да, и потом живи, уповая, творя дела к ближнему. Все, вот все, Евангелие-то. И там этими кругами, там это вот достаточно, Евангелие, а мы еще что-то там жуем. Ну вот так вот, я поговорил, надеюсь, чьих-то сердец это коснулось истинно, чтобы вы были счастливы. Смысл истинной познания, быть счастливым, ибо познавший истинный Христос, говорит, станет свободным. А, говорит, кто это делает свободным? Я, говорит, освобожу. Сын освобождает. Человек становится свободным. А свобода – это счастье. Любовь и свобода делают человека счастливым, блаженным. Поэтому возрастать во всякой благости можно простым способом. В свободе любить всех. И не быть рабами человека. И уж тем более лягушечек, кирпичиков или всякой ерунды, которую Бог создал, только для того, чтобы мы всеми этим миром друг другу дела любви проявляли, радости во всяких других делах. Вот и все. Ну, все, на этом хватит уже и так наговорился. Давайте помолимся, поблагодарим Господа и будем прощаться. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, источник жизни и всякого блага, Ты один, гедин Господь. Этим словом все мы высказываем. Спасибо тебе за все, за всю любовь твою. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо за всю твою любовь и за то, что просвещаешь наш. И мы, познав тебя, уподобляемся тебе, уповая на тебя, отвергнувшись себя, творим дела любви ко всем и каждому и словом добрым и делом. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо тебе за все. Спасибо, Господи. За всех братьев и сестер слава тебе. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Ну что, на этом будем прощаться. Всех нежно целую, крепко обнимаю по образу апостола. Все мои адреса канальчиков наверху, контакты для связи внизу. Кому понравилось, ставим палец вверх. Кому не понравилось, все равно ставим палец вверх. Делитесь роликом, если считаете с кем-то полезным. Всех храни Христос, а все мои полезные ссылочки всегда найдете справа на как раз плейлист «Читаем Библию» ну и прочие-прочие вещи. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok